В тот же время, ну, была замужнейшая, и мне реально не хватало, почему пойти на концерт, там на какой-то выступ, ну, знаете, там, где могли, там и выступали. И я в ней просила платье. Ну, это, кстати, тоже худое платье. Вот, и так вот мы познайомились, а потом уже выросли, каждый взял свою нишу, стали артистами. И сегодня я рада за их семью, и они были надзвичайно вдячны, что я пришла, их поддержала, записала мне в видео-звернение. Я, конечно, не могла, но, честно, для меня ничего не меняется. Те друзья, с которыми я была, и 15 лет тому знакомые, и дружила, они для меня сегодня мои знакомые, и друзья, и родные люди. Это очень здорово. Тобто, это вот такая ниточка нас из связи. Это милота. Люди, которые помятают гуртожитское життя, в принципе, они назавжди один одному будут помогать. И независимо от, там, кто с кем став, статус или зерковость, я вважаю, это дурня, там, там, если перед вами появилась какая-то стена гординя, там, я не знаю. Для меня, мне даже было приятно, у меня закликали. Дякую. Здорово. Давай теперь говорить о тебе и о твоем творчестве. Очень-очень приятно, что мы сегодня презентуем радиоверсию песни «Мужчина Магини 4». Так, дякую вам за это. Скорочено МММ. МММ. Так, по поводу песни «Мужчина моей мечты». Ну, мы, понятное дело, уже посмотрели клип и понимаем, да, о ком поется в этой песне. Про хлопцов, которые для нас завжди будут маленькими. То есть, это не такие, эти дети, которые там есть, можно про сыночка спевать, про кого угодно. Но люди для нас, для женщин, которые в квохточке, когда они там, ку-ку-ку-ку, они все равно для нас есть маленькие дети, потому что мы за ними так смотрим. Материнский инстинкт – никуда не дети. Это правда. Так есть. Сто процентов. Нет, конечно, мы можем, например, там, с подкаблукой одеть, но это уже вечер. Это наши женские такие хитросты. Это уже пизднейшие. За 12. Окей. Никто не утирнет жалет. Песня вышла в альбоме «Интонации», и ты сделала на 8 березня этого года визуал альбом. Это, в целом, какая-то уникальная штука. По-перше, снять клип на каждую песню альбома. Это, по-перше, дорого, давайте будем чесными. Это величезная работа, давайте будем чесными. И вышел целый, как называется, фильм, можно это назвать? Фильмом, где, кроме клипов, ты, между клипами, давала достаточно четвертое интервью. Звідки, вот, кто это придумал? Нет, звідки кошти? Я думаю, все давно знают, что она трудяжка, что она заработала очень хорошо все сама, потому что працюет очень давно. Питание, а звідки вот идея такого визуал альбому и целого фильма? Ну, конечно, все началось взагалі з идеи, что интонации жіночого я, что у каждой жінки есть пять апостасей. Там девчина, мама, жінка, мама, жінка, куханка, жінка, подруга, четвертое... Ты помахай, ты мне... Там хозяйка, я не знаю, кто она там должна быть. Ребенок. Кто? Ребенок. Ребенок. А жінка, да ты, она, ну, девушка, жінка, ребенок, так, и пятый. Босс. А, и босс, жінка, босс. Ага. Нет, это, правда, пять психотиков. Да, 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 есть такое дело. И мы постоянно сварим в середине себя. Ну, эти психотики, да, это девчонки, в середине одни девочки сварятся. Это, кстати, мне когда Бахматов рассказал, может, помните, Камедиклав был в украинском. Он говорит, мне нравится, чтобы у тебя там советы девочек, которые постоянно сварят меня с собой. Я говорю, спасибо, я запомню. Кто сейчас с нами говорит? Подруга. 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 Это музыкальная пауза. Подруга была. О, Боже. Добре забудется. И потом мы думали, как оттворить это. И какось окременно, как чтобы выходили клипы, загубилась бы линей. И благодаря всем, кто приедался. Я не знаю, что можно назвать бренды, канали и так далее. Спасибо всем, кто поверил в эту идею. И для меня великой честью было стать героиней этого, хоть это и про меня, вроде и про альбом, но героиней этого фильма. А потом уже интервью доедуалось. Это были два отдельных проекта, которые потом объединялись в Одессе. И делали мы это больше, чем полгода. Великая команда людей была приедена. И это был первый проект в Украине. Это не новинка. Они всегда делали и часто делали визуал-албом. Но для Украины это амбицийные какие-то кроки. И вообще я решила для себя трошки мислить ширше и поводиться амбицийнее. Адже, если мы не будем пушить или продавливать, мы никогда не откроем, не отчинем эти двери или новый шлях. Очень важно быть новым поколением и тем людям, которые сейчас в топе, быть смеленнейшими. Пробовать, в общем-то, не стоять на месте, экспериментируйте, чтобы новое пробовать. Но действительно, по поводу визуал-албома... Но так делает только Тина Карель, правда? Нет, нет, есть много артистов в Украине, за которыми нужно следовать. Кто? И предлагаю что-то новое. О, провокуешь. Кто? Я радуюсь. Монатик. Например, так, или мне. И молодые артисти, которые... Мне нравится, что делает унука, как она... Ну, типа, объединяет. Даже если это дико странно, нерадойно все равно, я прийду поделиться. Большое, кто сегодня с молодых, объединяет. Очень много, да, талантливых. И хочется, чтобы они, эти люди, не шли на поводу, знаешь, старых устоев. Что-то новое. Пропонували новое. Почему я это говорю сейчас? Потому что, ну, это, типа, не формат, еще какие-то такие слова. Почему это существует? Его немало уже давно, благодаря соцмережам и интернету. Слушайте, я предлагаю, давайте песню послушаем. Мы тут там. Я просто хочу еще еще сказать. У этой песни, очень выраженные, я так скажу, хайхи. Что это? Это постоянно такие... На барабане устанавливаются. На барабане устанавливаются. И мне там один музыкант говорит, что это за цикады, цикады. Цикады. Цикады, это немножечко другая. Да, да. Ну, это мы голодные. А я говорю, ну, это типа мейнстрим, там, тра-та-та. И начали меня тюкать за это. А это, возможно, карпива письня, там, Дикая вода. Может, вы слышали? Там так же есть. И это постоянно зашафлированный малюнок. Ну, что-то говорили. Но шафл это смешивание, да? Перемешивание. Нет? Не важно. О, Боже мой! И потом я подумала, слушай, если я не сделаю это, и я подумала, мне все равно, я відчуваю, я знаю, я хочу, я буду и смогу довести. На, и ось, как доказ, так, для меня это трамплин высокий, но мы все-таки смогли наибольшую культуру концертей зыграть в Украине, и это наимасштабнейший тур. Ну, мы поговорим об этом еще раз. Поверьте мне, что никто этого не планувал. Так. И, возможно, кто-то может думать, как сегодня, как святкувать День Незалежности, деякі у нас просто есть разговаривания. Нет, ну, это не можно использовать. Ну, это, типа, трохи пропагандой. Папаха, слушайте, ну, мы уже, знаешь, уже иншая сторинка. Мы уже в другом стране. И назад кроков не будет. И не нужно, и мы не хотим. Поэтому давайте жить в этой новой, нашей коханной стране. Так же и с этим альбомом было. Ну, назад я не хочу. Только вперед, и больше, и больше. Поэтому для меня сегодня кому-то это эксперимент, для кого-то это пошук чего-то нового. А для меня это уже сегодня результат. Так, я задоволена и туром, и альбомом. И нехай сегодня новые артисти пропонуют что-то новое для Украины. Будь ласка. Слушайте, вообще, артистка, которой вообще не нужно задавать вопросы. Она все рассказывает. Сама. Давайте послушаем песню. Я третий раз вас прошу. МММ, песня «Мужчина моей мечты». Все, все, все. Слушайте, это для вас. Девчата, спеваем просто в разы. Больше.